148 человек задержаны в результате протестов желтых жилетов во Франции. Чтобы обеспечить порядок в стране, мобилизировали 69 тысяч полицейских. На улице Парижа, по данным агентства Reuters, вышли 2200 протестующих. Демонстрации во Франции продолжаются пятую неделю. Они стартовали 17 ноября из-за намерения властей повысить цены на топливо. За это время из-за паники и толкучек погибли семь человек. Подробнее расскажет Анжела Лешко. Около получаса эти девушки молча стояли перед правоохранителями в Париже, таким образом присоединившись к протестам желтых жилетов. Активистки пришли в красных плащах и с голой грудью, покрытой бронзовой краской. Их внешний вид – это образ Марианны, молодой девушки-символа Французской республики. 69 тысяч правоохранителей следят за порядком по всей стране. Из них 8 тысяч – в Париже. Здесь мирные демонстрации снова переросли в столкновение. Полицейские перекрыли доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Протесты во Франции продолжаются пятую неделю. Стартовали они из-за повышения цен на топливо. После того, как правительство пошло на уступки, отказалось от увеличения налогов и заявило о повышении минимальной зарплаты на 100 евро, демонстрации все равно продолжились. В целом, против реформ правительства и политики президента Эммануэля Макрона. Мы устали от того, что нам говорят о нехватке денег, когда при этом некоторые люди шикуют. Это больше не похоже на демократию. Они используют наши страховые взносы и всю систему в своих целях. У них есть дивиденды. Они сами не платят налоги. Хватит. По данным полиции Парижа, на акцию протеста в столице собралось менее трех тысяч человек. Две недели ранее их было несколько десятков тысяч. Тогда демонстранты поджигали автомобили и здания, разбивали витрины магазинов, кидали в правоохранителей камнями и бутылками и повредили триумфальную арку. Анжела Лешко, UA-TV.